В каждой строчке победа. По таким названиям, в минувшие выходные в телевисочном клубе «Престиж» прошел фестиваль песенного творчества. В этом году его посвятили юбилею победы в Великой Отечественной войне. На одной площадке выступили более десяти коллективов из разных уголков округа, которые исполнили популярные и малоизвестные песни. Прочувствовать атмосферу военного времени смогла и наша съемочная группа «Слово Любови Пермяковой». За кулисами сельского клуба «Престиж» идут последние приготовления. Юные артисты заметно волнуются, ведь сегодня у них особая миссия. Песенный фестиваль в каждой строчке «Победа» открывает юбилейный год. Наш коллектив называется «Радуга», и мы сегодня будем прологом танцевать танец про войну. А что для тебя Великой Отечественная война значит, подвиг, дедов? Победа. Счастье. Я буду испытывать гордость за своих предков, которые воевали на войне, за то, что они защитили нашу родину. Радость испытывать, что вот такие люди есть. Всего на песенный фестиваль приехало более десяти коллективов из разных уголков округа. Один из них – ансамбль «Надежда» из поселка Красное. В него входят педагоги сельской школы. Учителя исполнили песню на стихи поэта Евгения Евтушенко, которому не раз во время зарубежных поездок приходилось слышать вопрос, хотят ли русские войны. Вместе с композитором Калмановским они ответили всему миру знаменитой песней. «Праздники тех, кто воевал, кто вас на эльбе обнимал, мы этой памяти верны, хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны». Перед этим, конечно, мы познакомились с историей песни, год написания. Было здесь заявлено, что необходимо исполнить песню, которая были сочинены после войны, но по самой войне, но после войны. Поэтому мы остановились на этой песне. Понятно, что эта песня исполняется чаще немножко в другом плане, но мы решили исполнить ее с женской точки зрения. Валя, а что лично для тебя День Великой Победы, вообще-то война? Так же, как и для любого русского человека. И памяти моих предков, которые воевали, дедушка моего воевал, потерял глаз под Кенигсбергом. Ну, в общем-то, это память. Наша память. Кроме всеми любимых и известных песен, на фестивале прозвучали и уникальные. Например, коми-ансамбль «Печерянка» исполнил военную песню, которая неизвестна широкой публике. В коллектив она попала благодаря жительнице Наринмара. Песню нам напела 20 лет назад Елаги Семеновна Артеева. Она участвует в клубе у нас «Комичукор». В общем, у нее, видимо, очень хорошая память. Она очень много запомнила, очень много нам передала. Она родилась, жила в деревне Ди-Юр Ижинского района республики Коми. И когда в 45-м году приходили солдаты с фронта, они приносили с собой песни. И вот одна из этих песен будет с каемкой «Вышитый платочек». А у вас какие чувства возникают, когда вы поете такие песни? У меня всегда ком в горле. Наш праздник, победа – это ни одной страны нет такого праздника, как у нас. И мы очень счастливы, что действительно надо передавать следующим поколениям, чтобы они знали об этом. Молодое поколение тоже выступило на главной поселковой сцене. Образцовый детский коллектив «Травушка» стал почетным гостем фестиваля. Его участники поделились с нами семейными историями. Бабушка рассказывала, как они из Ульмуртии приезжали сюда, как они ехали на поезде, который бомбили. Потом, как они на Буке тоже ездили. Рассказывала, как тяжело было, что было нечего есть. Как она делала уроки, когда не было электричества. И она зажигала лучину. И они писали на газетах между строчек, потому что не было бумаги, не было тетради. Она постоянно рассказывает все это, вспоминает со слезами на глазах. Говорит, что не любит ванильный вкус, потому что им заменяли сахар. Также на фестивале презентовали проект «Капсула времени». Представителям сельских поселений передали капсулу, в которой оставили послание для потомков. До 9 мая 2045 года они будут бережно храниться во всех уголках нашего региона. Любовь Пермякова, Олениц Шишелов, Телеканал Север.